Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги, дорогие подписчики. Думаете, почему сегодня весело, что ли? Сегодня хорошие новости для вас, уважаемые мигранты, мои сочетательники. Сегодня для вас расскажу, ну, поставим, наверное, на этом, после этого видео, на все точки. МВД России дополнительное разъяснение дали, что поступали многочисленные жалобы в сторону МВД, да? Также и граждане жаловались, писали обращение, разъяснить ситуацию, почему так происходит, что... Также опять про патенты, про регистрацию. Многие регионы до сих пор, я вам скажу, из 100%, то есть 85-90%, указ вообще не действует, то есть заставляет платить иностранцев за патенты. Работодатели просят производить авансы и платежи, то есть, да? Без них, то есть без патента, без оплаченного патента работодатели не берут на работу. Поэтому я вам сегодня на трех языках объясню, лучше, что на языках объясню. Салам, алейкум, азиз баралдарей, азиз. Аз, кэфонларымыз, отофонларымыз, 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 отофонларымыз. Бүгін селерге кшинтур беремен. Шундан кейн, бу видеомыздан кейн, худа оласа, хамма селеге точек ойган, Бүгін селеге точек ойган, хамма селеге точек ойган, Работодатель, работающий, работающийS Мы используем много работников, которые приходят с этапами, куда приходят WWE. Поэтому нам нужно отречь их сней, куда мы приходят из деполой тернации. Чтобы уходить, фактически практику to help to attend work, thatLL in phones, осталосьery. Потому что указы прослед BOND на крупном областне ALL M球. Продолжение следует... ...четкая, поставленная формулировка. То есть, после этого, я думаю, сотрудники ОВН не будут противоречить данному указу. Почему? Вопрос. Был указ президента 274, то есть от 18 апреля. Было разъяснение, что обозначен период, не нужно платить. Но многие субъекты... Вообще было ноль внимания. Не знаю, почему так было. И после этого, как бы, решили дать дополнительное разъяснение. Цитирую. То есть, МВД России вот дает дополнительное разъяснение, то есть указом президента, да? Основные моменты, уважаемые друзья. То есть, в случае окончания действия патента в период с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня. Что это значит? У иностранного гражданина заканчивается срок действия патента 15 мая, то есть это до 15 июня. У вас может закончиться 13 июня, он автоматически у вас продлевается на 93 дня. Еще раз говорю, это взято не из воздуха. Это получается, МВД России разъясняет порядок дополнительно. Более того, это, я думаю, считаю направлено для сотрудников УВН, наверное, которые они прям просят, заставляют и дают недостоверную информацию иностранным гражданам, что нужно платить за патент. Если патент не будете платить, мы аннулируем. Это бред, уважаемые друзья. Это со стороны сотрудников, которые являются, не знаю, у них статус высокопоставленный, сотрудник полиции. Это неправильно. Ощущение, как будто они свои деньги отдают, как будто свои карманы платят. Нет. Я понимаю, органы тоже ошибаются, сотрудники, я не знаю, почему они так поступают, но обращаются многие граждане, то есть с Москвы, с Питера, с Екатеринбурга, до нас заставляют платить, работодатели нас не берут на работу. Откуда у них такая информация, что патент аннулирован, просрочен? Второй момент. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Работодатели об уплате иностранных авансов платежа являются необоснованными. Иностранные граждане, не имеющие патента, могут осуществлять трудовую деятельность без его оформления. То есть даже МВД для работодателей дали разъяснение, что работодатели об уплате иностранных граждан, авансов платежа являются необоснованными, которые они требуют. Они вообще не имеют никакого права. Тут только за ними остается обязанность. При привлечении иностранных работников в трудовой деятельности, в течение трех рабочих дней они обязаны увдомить УВМ о заключении и расторжении трудового договора. В случае, если они не удомят, это 18-15, часть первого, по-моему, если не ошибаюсь. То есть на физическое от 2 до 4, пошли на должностные от 35 до 50 тысяч и на юрлист от 200 до 400 тысяч рублей, по-моему. Вот так, уважаемые друзья. Поэтому буду коротко. На всем поставлю на точку. Не нужно платить патенты. К примеру, еще раз вам скажу, с 15 марта по 15 июня. У вас закончился патент, грубо говоря, сегодня вот какое число? 25, да? 25 мая. У вас сегодня срок 10 патент закончился. Вам платить нечем. И вам не нужно платить. Получается, 25 мая, да? Тут, в случае окончания срока 10, с 15 марта по 15 июня, да? Именно вот этот период. Он автоматически продлевается. Не нужно платить. Не нужно продлевать куда-то истать. Не нужно на чике печати ставить. То есть, 25 мая, июнь, июль, август. То есть, патент, который срок действия прекратил сегодня, да? Окончился. Май, июнь, июль, август. До 25 июля будет срок действия. Автоматически продлен. Вы можете спокойно работать, спокойно жить. И также у вас продлевает срок временного пребывания. Бородоразис. Аминь. МВД России, дополнительные разъяснения. Додай, июль. Бесер, адам, аминь. Телефон, мей, кунат, мей, пурса. Аминь, патент, отменный, кадагемин, неиме. И, чё, кадандаркор. Аминь, фэмэзба, мэрием. Аминь, коргоры, фэмэзм, мегетки, патент платит кадандаркор. Асланой, Москва, Питер, Айкатеринбург. Бесер шарм, телефон, мей, кунат. Действительно, аминь, асад фойз. Аминь, что ты панил, новат фойзас, им указ. Починя намекуна, да? Аминь, указ президента. То есть, дополнительные разъяснения. Бачо, сарцом, мей, ша, платит мейкуна, мей, намедуна, бесер бачо. Аминь, ба, барода, разъяс. И намам, бесту, дуим майанда, салты, шишба. МВД России, аминь, дополнительные разъяснения. Додай, июль. Аминь, им основное направление. Баро, ямик, коргоры, уфэмэз. То есть, хаминь, заставлять мейкуна, работодатели заставлять мейкуна. На Тарсидан, даркорны, им официально ответ, жалба куне, суд барави, им неправильно. Якумаш, агар патентон срогаш, апонзун марто, понзун июн тамомеша, гурба гаварам, им роз беступанча, ясна меймин. Беступанчу майанда срок патент тамомшудми, ам патенті шуму автоматически наваду сей розба продлеваса мейкуна. Идже бар афтан даркорны, им, солчу, уфэмэз ба, ибо, ягон, че бар афтан даркорны. Им просто автоматически продлеваться мейкуна, шуму спокойно коркодангерит, без патент, без регистрации шуму имеете право работать. Им официально дополнительное разъяснение дотки, что разъяснение пеш бут, лекин толкна бут. Сонны бисер жалба шут у вэмэм, уфэмэс, мэмэдэвэ, да, вайхо бут дополнительные разъяснение короткогубки, им автоматически продлевается иностранный гражданин коркодан метона. Им, ба, бародарзи, им, хейл, им, сатфо издеки. Укэхонлар, аз, достлар, абоначилар, сіздар, вазуэз бюсэз, шум-трибераман, көп савал болушады, фақат савалары биттэки, патентимиз тюгэ ипдэ, ныма ахилайлий, бошқы шарлэгэ борамыз, уфэмэсгэ борамыз, патент чоздырышмэ ипдэ, узайтырышмэ ипдэ, төйләнэдэ, мәцбур клещэ ипдэ, олышмэ ипдэ, дейлдэ. Азиз достларамыз, мана 28-шумайгин савад 6 даразисинги берешкан, бу, әмін, işчиларгэ, уфэмэсгэ, işчиларгэ, азнамыз, чүнки, işчилар мәцбур клеща ипдэ, сізларгэ, осынэ, айтэ бөтэмэ. Ичкищилар бөлэмэ, дополнительнэ, хошымчэ, чүнтрилищ келдэ, хоржи фқоралар, рэссэй фқорасыда, işчилар юрзгэн оданларымызу, фқораларымызу, işчилар үшін, чүнкі, көржава, болуэткен үшін, решэнэ бөгэ, комиссия болгэннэ, шүнтрилищ келдэ. Случы, оканчане дегелгэ, gөзбөкөз кәйті бөле аман, әгөрді, патентіңіз мүддәты, 15. марттан тү, 15. ивін үші, түгэ дүгэн бөлсэ, түгэгэн патентіңіз мүдәті, түгэгэн күнідін, Звучит авансовый блокировщик, производитель авансовый блокировщик «Олдиндан тюлоу», «Патент Олдин тюлоу» – «Патент Олдин тюлоу» – «Патент Олдин тюлоу» – «Ва патенту узайдириш» – «Иминн на 15. марта, 15. июняча» – «Лозыммаз». «Хищ карига борщ керегемаз». «Рабода тяки ли hangsут рим, işкécе оладеян одамлар, потент тюладе мәцбур леккані « но qони». «Рабода тякиsels апл патент whatnotるерв hurts» «не басноуны». «Не басноуны» – «bro не夏 одн Мне, басноуну» «long они». «Хақк touring». «МВД рыска» – «Чermo козы��еев», « snippы», « buyer»ちょ, «коляк добро» и у feu, сколько унив», «патент не врем», «патенте» доцев golf а買е». Иностранные граждан, не имеющие патент, могут оформить документы в период без оформления документа. Которые фукуровые, четвертые фукуровые патенты имеют право оформить документы. Именно в этот сроке, в 15 марта, 15 июня, есть права. И обратно, что у нас есть права. Ищуна, корхуна, фумыз işчилары төләмәңләнді бөзгілер айтышлады. Асламын битті шу край облысы боса керекин барнаул. Чотка законна пакшиня сақлады указгар. Унақа йоқ, төләмәңләр, унаққыл эйлә, унаққыл эйлә. Шунақа битті гәп болым, битті біз жалқыламзамасын хабу кулын ищады. Яна бір бор, ешін арсадан корхмайла, патенті чүндірі берді ма, сағал битті аны қайтыра вермейла. Анашы сұрог 3 ой іші дә, 15. июн нечі, дәржі 10. июн, 25. май күлләрі патентләрін сұрогы түлә, түгәса, сұрог мүндәті, агарда түгәса, афтаматчиски ұзайтырылады, чөзілады. Яна 93 ой афтаматчиски. Бу, ойләмәкісілер үшін, яқшы хабар. Хаммәләрің көйлінің көйді босын. Видеоңыз яқыдан босын, абизақтан лайк босын, патписі әкіліп, колоколчын босын 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 бөлі, маншетті қолады алдыр. Ол әкіліп, айың бұләмәл үшін үшін әкіліп, көліпкізіліп, колоколдан нүсі. саула рейны удалось амазия шибу кедады а гердая на я на дополнительный брон чумпорчили разъяснение указа дачи са обязательно видео чекарамас патент аккадашу регистрация аккадема узбергя пребирамаса зарачен уважаемые друзья также про миграционный учет срок времени пребывания многие задают вопросы прежде которые прежние было указ где там разъясняли мвд то есть при окончании срока временное пребывание неработодатель то есть принимающая сторона обращается в увн то есть не граждане не путайте это вот этот срок временное пребывание до продлевается работа принимающей стороной у кого вы живете хозяин дома принимающая сторона приходит в увн пишет произвольной форме заявления я такой такой прошу продлить срок временное пребывание в связи с течением то есть коронавируса там они образец вам дадут и продлевается на 93 дня и все не нужно иностранным гражданам то есть вам куда-то ходить или продлевать вам не проводят не продлят процессуально это невозможно то есть юридически процессуально это невозможно потому что принимающая сторона совершает данное действие приносит с собой копия паспорта изменения с октября 19 года обязательно копия на жилое помещение это либо выписка с реестра либо свидетельство на право собственность пишет заявление заполняете уведомление и все насчет регистрации то есть в срок миграционного учета не нужно тоже бояться вахтынчалек ящажда вредель а был срок временное пребывание миграционного учет мигрант рой хаты дейлады юридически слага чшентрберман слага айтадган геплерин прописка регистрация дейсла она шу прописканы вақтынчалек ящажда вредель а срок временное пребывание боны узайтыреш агар дасланы регистрациялар пропискарары тюгаса шу чуаечи да автоматически чуаге чозы берелады бу чун көпу савал бешады биласы мақаярда чозы берады кимге борса бұлады юх бұнарсаны пренимаща сторана кабул күлівчі тамаң дейлады кабул күлівчі тамаң бұлады хазяэн гасеңіца еще что-нибудь бұлар борышады уэмге борышады МФЦГе борышады почтага борышады ушерге борып заявлене арыза яозырды шады мен шунака шунака сораймаги шунака шунака одамы мен ойымдай шайлады регистрациясын чозы берешкен сораймаги бенді юргискетилді ойо жулады юрда русчары сылагы образы чүнтіріші нәйті берер баң иткенкісі сілару ярге умыман кереке масылары бұл юридискі тамаңды про-сосу-социальные нарушения мұлақ сілага сілагын қабыл күлмейді ясэcsат сана факат принимаша сторана кояды сілага Москва да пульверы бошкаларга койды, о, фальшивая масса, беспантовая. Базада бумажный, мюнкен. Принимающие стороны борганы обязательно оригинал паспорт, копия паспорта. Оригинал и копия будет получается. Уйга документы, право собственности, иллады Росрестераны. И 2-та, биттас уудамлений, 2-ти арезия узнады. Шу. Основные услуарганы, азидуслар, патентах да чуть-чуть вердим. Боу, янни хабар, боу, яхши видео. Худо олса, амаз яхши болады, патентларин чозылады. Основные моменты, 2-та моменты, слага айтибердим. Боу, 200 файс. 200 файс десен болады. Чünки рязиснин инвы дэ бирябды. Хавадан олыб, ябран, махамаддан келив, об келиванслар га окуянамео бонарсаны. Худо олса, амазады билинады, кюрасла. Шу, Рос болады. Брэхилар гэпры ирады, у дейды, да, уважаем дружи. Также вот многие не верили, вот есть уважаемый человек, Вадим Кожинов, Вадим Викторович, то есть, да, также благодарим его за его вклад, за его усилия, да, что он помогает также мигрантам, также со стороны профессионально-юридических, все он как бы помогает, все совмещает. Прямо благодарим его за это. Многие также критиковали в его адрес, то есть, вот он вам несет бред, нужно платить за патент, он вас подставляет, не буду это уж говорить, кто-то говорил. Так я вам скажу, уважаемые друзья, этот человек общается на уровне генерала, то есть, общается со всеми посольствами, со всеми руководствами, понимаете? И этот человек, который общается, сидит, грубо говоря, я даже ролики видел, у меня есть ролики, да, приглашает этого уважаемого человека, то есть, на празднике было народа единства, да, с Валентина самой, вот, которая за мной, Казаковой. И этот человек, который общается с такими людьми, он никогда не будет нести бред, говорит в виде, что не нужно платить патент, а на самом деле, оказывается, платит. Нет, уважаемые друзья, не верьте всяким, там, не знаю, домыслы какие-то. Я, например, да, как бы, вот, юрист, да, как бы, для меня законодательство превыше всего. Не нужно мне пиариться, вам что-то говорить тут, которые вообще не существуют. Прежде чем снимать ролик, да, я вот это вот бумагу 8 раз прочитаю, посмотрю в практике, зайду-зайду, задам вопросы у ОВН. Действительно так, раздвините, пожалуйста, как правильно, как это будет не так. Поэтому даже вот дал понятие, Вадим Викторович все рассказал, как есть. И не верьте, что там говорят, там, критиковали, что против него, там, что попало, говорили, что нет, врет. Это не так. Представьте, да, человек, общаясь с такими людьми, будет на видео, там, говорить, во, не надо платить, а на самом деле платить, оказывается, нам. Нет, конечно. Зачем это надо? Тем более президент Федерации Мигрантов. Гваржуха ему, лично от меня. Поэтому, уважаемые друзья, будьте здоровы, берегите себя, своих близких, не болейте. Обязательно выйдем на видео. Субтитры создавал DimaTorzok.